Брат Сергий из Санкт-Петербурга, мы с вами разговаривали ровно две недели назад по поводу супруги у нас, наших семейных проблем. У меня просто был еще один к вам вопрос, он касается частично моей рододеятельности. У меня несколько работ, одна из которых связана, скажем так, с, ну как, назовем это так, свадебная фотография. Вопрос в том, что я занимался этим семь лет, и много лет у меня в душе скребет. Почему? Потому что мне кажется, что я сфотографирую блудные свадьбы. Почему? Потому что, к сожалению, христианских свадеб очень мало. То есть, смотрите, Бог благословляет людей на брак, и благословляет на брак, имеет право православные священники. Вот эта тетенька с папочкой вот такая в руках в ЗАГСе, она не имеет на это права, это было сделано коммунистами для того, чтобы как бы парфюмировать таинство венчания. Вопрос, заниматься ли мне дальше свадебной фотографией, или не заниматься, потому что, ну, у меня ощущение, что я просто снимаю блудные свадьбы. То есть, люди, которые решили, вот они были в блуде, они как бы там год-два там они там пробыли, потом они решили сыграть свадьбу, и вот они пришли сыграть свадьбу, вот они теперь как бы муж и верна. Я не знаю, как с этим поступить. Я знаю, что имеет право только православные священники, постоянство венчания. И потом я слышал, вот вы, может быть, это лучше меня знаете, о том, что есть канон, здесь я вот не могу точно обердать, который запрещает венчать людей, которые были в блуде раньше. Вот они были в блуде, такой канон запрещает их венчать, как я понимаю, из-за того, что смертный грех блуда, он не может привести к созиданию. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу. Ну, первое, что у нас записывается, в интернет выставляется, вы не против? Я обеими руками задам, ради Сууса Христа. Значит, канон нужно мне показать, что вы, покажите этот канон, какой. В том-то и дело, что я толком не знаю. Я как могу отвечать, когда ничего нету? Мне нужно представить канон, и я тогда расскажу, как. Все, это было просто, я услышал. Относительно того, что для вас это профессия заработок, ну, понимаете, здесь тоже надвое. Вы видите там, что совершается. Если вы пришли на благовестие, и там можете сказать, ну, надо посмотреть конкретно. Ну, а если ничего нету, я не знаю просто. У неверующих я бы не пошел никогда к ним в дом не зашел бы, даже к квартиру. Потому что не тот момент, когда можно свидетельствовать. Тут у гроба, там иногда можно. А на свадьбе там что, говорит, небо в копеечку. Там разврат. То есть я не ставлю какие-то пошлые позы там. Я ничего пошлого особо не делаю. То есть, ну, вот просто сам момент, то, что свадьба ли это, и брак ли это, если они были... Но вы к священнику там ходили, спрашивали? Я спрашивал. Понимаете, кто-то говорит, что, ну, как бы церковь признает вот эти самые гражданские браки. То есть, когда они пришли в зал, заключили, как бы, вот. Это как бы семья. А, простите, у нас Бог на первом месте. А какой гражданский брак? Гражданским браком называется блуд. Ну, это понятно. Так я согласен с вами. Это и есть блуд. О, смотрите, о чем идет речь. Люди, они начинают, вот, у них появилась симпатия. Они начинают, как это говорят, встречаться. Потом, через две недели, там, месяц, они начинают заниматься блудом. Проходит год, два, три, они понимают, что они как бы могут жить вместе. А потом еще и ребенок может зачаться. И они начинают играть свадьбу. И тут, и я, как вот свадебный фотограф, вот, я это фотографирую. То есть, я прихожу, что праздне вести, как там она одевается. Говорит, там, крайсер, там, потом жених встречает, там, потом гуляет, там, фотографируется. В ЗАГСе вот эта тетенька говорит, объявляю вас мужем и женой. Кто-то дал право объявить мужем и женой. У нас священник православный? Нет. Вот, потом идет банкет. На банкете, там, э-э-э, там, все дела. Вот, и я вот это, вот, семья, я вот это, не семья, но я с меня фотографирую, это пять лет, меня это торопит. Могу ли я этим заниматься? Ну, если бы коснулось меня, я бы не пошел. Вам не могу советовать этого. Это не наше место. Что общего, говорит, между Христом и Велиаром? Конкретно, дружба с миром есть вражда против Бога. А ты скажешь, а я не дружу, просто фотографирую. А что ты там запечатлеваешь-то? Ну, ты делаешь, что я ничего хорошего не запечатлеваю. Там я христианские свадьбы, православные свадьбы отснял, вот, вот, по одной вот этой руке можно пересчитать, за все те годы. И плюс, понимаете, вот свадебный бизнес, вот, в принципе, свадебный бизнес, он очень сильно раздук. Ну, понятно, фотографам, да, фотографы — это единственное место, где можно заработать денег. Единственное. Фотожурналистики платят копейки. Я работал в «Военной газете» как гражданский, получал 8 тысяч. В «Терковном журнале» «Вода жива» есть такое в Петербурге. Там вообще смешно, там даже говорить нечего. То есть, голос женщин, я категорически, мне прямо на странице ВКонтакте написано, что я не снимаю разбитых людей. Потом, ну, что еще, детская съемка, ну, тоже очень сладкая. Реклама тоже нет. Только свадьбы на съемки, только на свадьбе можно заработать. Вот я просто про это говорю. У меня просто получается, что мне нужно, в принципе, фотографию, как бы, бросать. Вот я просто... То есть, я могу заняться другими делами. У меня есть другой, как бы, заработок. Вот, но просто вот с этим что делать? А что с этим идти? У меня все-таки сайт есть, у меня есть какие-то клиенты свои. У вас совесть спокойная? Не судят вас? Нет. Нет, у меня неспокойная совесть. В том-то и дело. Ну, так она писала, что если судит совесть, то тем паще Бог. Вы это читали? Да, конечно. Это слово Божие. Тут к этому что можно добавить-то, если вы в это верите? Вот так. В любом случае, да, я согласен с вами. Выбор за мной. Конечно. Вы бы, как христианин, не стали бы это делать, потому что ничего христианского, в таких свадьбах нет. Правильно я хочу понимать? Вы понимаете, как вот, ну, просто нужно посмотреть, что говорит слово Божие. Вот я на несколько мест открою сейчас. Везде говорится о совести. Похвала наша, если я, есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности. Это второй Коринфянам 1, 12. Вот. Тут еще второе Коринфянам 1 раз говорится, хотя не это самое место. Представляем себя совестью всякого человека перед Богом. Ну, вы когда бываете там, они знают, что вы верующий? В общем-то, да, у меня на странице ВКонтакте одни православные посты, как правило. Так я не понял. В плане там, где вы бываете, они знают, что вы верующий? Да, конечно. Мы ездим, к примеру, в Римузине на свадьбе, переезжаем с одно место на другое, а я обязательно перед правом переключусь, если мы где-то проезжаем. То есть, я не скрываю, я... Слой Божьим написано хвалиться четырьмя вещами. Страдения немощами Господа на крестом Господнем. Я хвалюсь, я православный пестерин. Мы дети Божьи, мы... Нам Господь дал свадьбы чадами Божьими. То есть, я этого не скрываю. В этом проблеме нет. Проблема вот в том, что мне делать с этим, завязывать или не завязывать. Потому что после Великого Поста начнет уже сезон, когда будут звонить, заказывать свадьбы. И что мне с этим делать, я пока не знаю. Я просто уже настолько, столько лет мучит этот вопрос. С одной стороны, это неплохие деньги. С другой стороны, ну, а толку что-то этих денег, если они заработаны неправедным путем? Причем то, что мой фотоаппарат снимает неправедные вещи. Вот как-то так. Вот несколько мест писания еще прочитать можем. С 1 Коринфян 10.29. Павел говорит, совесть же разумея не свое, а другого. Ибо для чего в моей свободе быть судимой чужой совестью? Вот вы и там бываете, люди, которые вас знакомы, знают, что вы на неверующие там свадьбы бываете, то они вас не судят за это? Их совесть не судится? То есть получается, что я как бы, я в мире с этим миром. Мы не должны быть в мире с этим миром. То есть мы должны быть отдельно. Мы должны показывать святы, что вот так вот нельзя поступать. А получается, что я вот так вот учаюсь, как бы вот, един. А это плохо получается, понимаете? Понимаете, везде говорится, вот я открылся сейчас о совести. Ну, свидетельствует меня совесть моя в Духе Святом. Римлян 9.1. Если вы это говорите по истине, все так и понимаете, но вас совесть судит, этого вполне достаточно уже, чтобы этого не делать. Ну, вы знаете, тогда мне заработка никакого нет. Но тут не совпадение. Мне не нужно. Не особо-то это и не надо. То есть, да, там хороший заработок, но я могу чем-то и другим в конце концов. У меня есть другой род деятельности, в которой я, как бы, работаю и зарабатываю деньги. Я, как бы, который, как бы, не греховный. То есть, вот если брать, есть такие бизнес-преподаватели, они учат о том, что есть четыре вида зарабатывания денег. Первое – это наемный работник, тот, который по найму трудится. Второе – это предприниматель, который работает сам на себя. Это сапожник, там, фотограф, который вот сам на себя. Третье – это бизнесмен среднего и крупного звена. И четвертое – это инвестор. Вот первые три, они, я не вижу в них греха. То есть, а вот последний инвестор, как я понимаю, это тот, который вкладывает деньги по что-то и деньги с процентом должен возвращать. Это уже грех. Вот, 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 именно со свадебной фотографией. Вот, скажи, очень, ну, это брак, вот то, что происходит в святких свадьбах. То есть, люди вот жили в Луде, потом они решили сойтись, назвать это браком. Тетенька в ЗАГСа назвала их мужем и женой. Это брак или это не брак? Если это не брак, значит, я снимаю мне свадьбу. Ну, а вот давайте маленько по-другому рассудим. Скажите, они живут в Луде, а вы работаете столяром. И они приходят, вам заказывают кровать. Вы будете делать для них? Наверное, да. Ну, конечно, да. У них прохудилась крыша, они вас зовут. Но крыша-то в том доме, в котором они, в квартире, где они блудят. Вы крышу будете крыть, потому что вы кровельщик, это ваш заработок. Понимаете? Когда дальше начинаешь рассуждать, здесь какая-то тонкая грань. И поэтому вам не священник, никто не даст ответа. Ваша совесть что вам говорит? Помолитесь. Хорошо. Ведь вы, фактически, никакого греха как бы не делаете, все. Они при вас никакого блуда не творят. Это вы уже узнали, что они жили, они то другое. Тут вы расследовали. Это уже такая, говорится, тонкая сторона. Я ответить еще бы не мог, потому что я никогда этого не знаю. А вот если бы с той стороны стали так говорить неверующие, я просто продолжаюсь. К нам приезжает фотограф, очень известный, известный на мировой арене. Там призы берут, и они в потерявке у нас снимают. А сам он неверующий, может быть. А он все снимает, и на свадьбу приезжает, и на день деревни. Его, может, тоже кто-то упрекает и скажет, что ты едешь к каким-то баптистам или православным. Православным, ну, он работает о своей работе. Плохого он не видит, но он, видимо, верующий уже столько с нами общается. Крещение, когда идет они, нам эти снимки нужны, они очень драгоценны. Вот с этой стороны, если рассуждать, ну, они что там, крещат? Ну, так необычно это для меня. Если совесть вас не судит, ну, еще побудьте, посмотрите. Поработайте. У вас нет того и дальше. У меня еще есть время, потому что сейчас сезон закончит. Он начнется в апреле, в мае, то есть после Великого Поста. И вот у меня есть еще время, как определиться. Ну, поработайте пока, поработайте. Вы никакого греха-то тут не делаете. Я просто думайте, что я запечатлеваю людей, которые живут в грехе. Но они живут то, что вы узнали. Они могли не говорить еще, вас пригласили, вы сфотографировали, отдали вашу работу. Хорошие фотографии. Но вы должны все-таки как-то дать знать, что вы православные христианины. Никаких компрометирующих вас, так называемых, фотографий не делать. Вот они, может, там что-то еще делают и говорят. Ну, просто надо на месте все смотреть-то, дорогой мой. Хорошо. Все, я, в принципе, вас понял. Буду молиться и буду думать, время меня умеет. Мы тоже помолимся о вас, чтобы Господь вам это открыл. Я работал на корабле, на корабле работал. Я очень любил море. Ну, понимаешь, я иду по улицам города, меня до того стесняют, вот это дома нависают. А тут простор на все сторону. А в это время я еще учусь в высшем мореходном училище. Я уже уверовал. Что мне делать? И они говорят, ты сам смотри. Господь тебе должен показать. И правда, прошло совсем немного времени. И у меня так получилось, что я понял, что дальше уже нельзя. И я ушел оттуда. Ушел, ушел навсегда. Ушел на стройку. Вот тот момент надо уловить. Я об этом молился. У меня теперь пропало это училище. Все, я бы был капитаном дальнего плавания. У меня все данные для этого было. Но я пошел, дали мне перфоратор, и я долблю бетон стою. Понятно. Все. Все очень. Я исполил. Спасибо, Господи, брат Игнатий. Божьей вам помощи. Храни вас, Господь. До свидания. До свидания. У вас еще больше нету? Нет, ничего нету. Если что, я вас в воскресенье наберу. Ну, если что. Спасибо. Да с Богом. Все хорошо. До свидания. До свидания. Никогда еще такого вопроса не было. Ну, и так разобраться-то. Он еще такого не делает. Он пришел, сфотографировал, отдал. Если бы творили они пакости тайно и сказали запечатлею это, ну, тут вопрос он так и поставил, но он так не говорит. Просто он лишь разузнал, что они жили. Ему знания помешали. А если бы ничего не знал, просто пришел, сфотографировал, ну, фотографирует иногда спортивное состязание, приглашает люди. В первый класс идут, первый раз ведут пацаненкой. Сфотографируйте. Это все за деньги делается. Это мы привыкли, у нас все бесплатно. Ну, Бог в помощь ему. Думаю так.